Напомню, на календаре 18 марта понедельника вы смотрите «Утро с репортером» и мы продолжаем. У нас сегодня в студии в гостях Дубаева Дарья Сергеевна, начальник управления по делам молодежи администрации города Ульяновска. Дарья Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо, что пришли, тем более есть о чем поговорить. Формирование городской среды, да не просто городской среды, а комфортной городской среды. Вот вы занимаетесь этим проектом. Непосредственно, как мы понимаем, да? Полностью погружены. Вот, собственно говоря, направление проекта, оно в чем заключается? На самом деле это очень интересный проект, потому что он работает как раз на сочетании разных отраслей и разных направлений. То есть, конечно, в первую очередь это работа со строителями, с архитектурой и так далее, потому что речь идет об изменении и об обновлении наших городских пространств, парки, скверы, площади и так далее. Но чем уникален этот проект, тем, что он уже не первый год реализуется, и каждый год проводится такой очень важный этап, предварительный, когда жители города могут выбирать тот вид парков, который им больше по душе. То есть на протяжении, вот сейчас, с 15 марта мы стартовали, я думаю, что ваши зрители могли встретить, если они ходили на выборы, надеюсь, они все ходили, что на выходе, после того, как они проголосовали, они могли встретить рядом с избирательным участком команду волонтеров, которые как раз помогали отдать свой голос за тот или иной парк и за тот или иной вид его дизайна. Это ваши подопечные, будем так называть. Это не просто наши подопечные, это уже за прошедшие три дня наши лучшие друзья. Потому что это замечательные люди, которые действительно, это просто жители города. То есть это обычные горожане, которые в свою простую жизнь работают на такой же работе, как и мы и вы, но они уделили свое время, и они понимают, что это очень важный проект. И у нас было более семи сотен человек, которые вот только на территории города, ведь это еще и в области происходило тоже. Вот и заявки, да, на участие. Заявок было больше, это те, которые были одобрены, прошли обучение. А обучение, оно в каком контексте обучается? Само голосование проходило через специальное приложение, но важно, что оно не проходило, оно еще и проходит. То есть до конца апреля каждый горожанин может выразить свое мнение. Есть несколько форм, как можно выбрать один из вариантов. То есть у нас на 2025 году будет по этой программе ремонтироваться шесть общественных пространств, и каждый из них сейчас представлен в двух вариантах дизайна. И вот чтобы горожане могли определить, синюю таблетку или красную, такой вид парка или такой, там бывает разница из разряда. Здесь фонтан, здесь тренажеры. И чтобы понять, какая действительно вариация более нужна городу, нужно собирать голоса жителей. Жители могут это сделать сами, через платформу госуслуги, на портале 73 Горсреда. Но наши волонтеры, это вот как раз эти волшебные 700 людей, их будет еще больше к концу апреля, они как раз помогали человеку при помощи специального приложения, где можно увидеть эти дизайны. То есть если вы увидите сейчас волонтер на каком-нибудь мероприятии, вот в похожей футболке, как у меня, знайте, что он пытается собрать как можно больше голосов и помочь ульяновцам выразить свое мнение. Там нужно оставить свой телефон, точнее, рассказать свой телефон, для того, чтобы пришла смс-ка. Не пугайтесь, дорогие горожане, это сделано для того, чтобы не было накруток и чтобы, принимая голоса, видели, что действительно это голос реального человека и он действительно выразил свое мнение. То есть волонтеры будут стоять в какой-то футболке, с обозначением, с логотипом. Наши волонтеры всегда самые красивые. Мы не занимаемся, чтобы люди понимали, что это действительно человек, который работает и у него какой-то документ правильно будет с собой, еще нет? Он работает через специальное приложение, поэтому и обязательно мерч, и бейдж. То есть его всегда заметно, он всегда выделяет. Возраст волонтеров какого-то. Волонтерами на этом проекте могут работать, могут радовать жителей. Люди 14 лет, то есть это у нас и подростки, старшеклассники работают, это часто внутри школ проводятся целые такие небольшие голосования. Есть студенты, конечно, но есть и работающие ульяновцы, уже взрослые, которые... Особенно нам очень важно, когда присоединяются сообщества жильцов. Например, вот сквера Айболит, там рядом жилые дома, и людям очень дорог и близок. Это такой уютный уголочек зелени. И там, вот я знаю жильцы, они сами скооперировались, от них была активная женщина, старшая по дому, которая сказала, я тоже буду у своих жильцов собирать голоса. И вот, пожалуйста, они тоже стартовали, и сейчас у них как раз проходит это мероприятие. Вам всегда интересно, собирают голоса. Вот если голоса примерно в равном количестве, если совсем... Ну, конечно, может быть, вопрос не к вам, это, наверное, куда-то там дальше. Просто интересно, вот как выбирается. За кого здесь, да, в таком случае? Да. Тут очень простая математика. Во-первых, цифры такие большие, что, ну, по крайней мере, пока у нас ни разу не было такой истории, чтобы было... Чтобы обровень, да? Обровень, потому что в прошлом году было собрано только по Ульяновску порядка 130 тысяч голосов. То есть, ну, это вот такие масштабы цифры. И в этом году мы, естественно, надеемся, что не меньше прошлогоднего результата, что жители будут так же активны и выразят... И те, кому понравилось выразить мнение, те, кто сказал, в прошлом году сделали все не так, сейчас я проголосую так, как надо. И вот что и эти люди тоже подключатся, которые не верят в... Силу голоса своего. Силу своего голоса, да. То есть мы надеемся, что будут результаты большие, и такого, чтобы разделилось 50 на 50, насколько я знаю, даже в стране ни на одном объекте такой истории не было, потому что это всегда очень много людей. Дарья Сергеевна, а каким образом согласование такое идет с другими службами, учреждениями? Ну да, вот кто-то выбирает там такое-то архитектурное решение, но нужно же тогда советовать с архитекторами, с какими-то другими организациями схожими, строительными, возможно. Вот как? Люди голосуют, да, а потом как идет... Поэтому вот эти проекты, которые до того, естественно, как эти проекты оказались, были поданы на суд, жителям на выбор, то, естественно, эти проекты, это серьезные проработанные истории, которые уже учтены не просто дизайн и красивая картинка. Хочу вот так. А там проработанные архитекторами, дизайнами, согласованы со всеми службами, чтобы это все было максимально гармонично. Это два работающих проекта, абсолютно с точки зрения технической равноправных, но с точки зрения настроения, образа, функционала и так далее. Выбор делает житель. Ваша команда, ваши сотрудники, кто они? У меня замечательная команда. Если честно, я как руководитель могу сказать, что мне в жизни очень повезло тем, что у нас сформировался такой коллектив, где вот каждый специалист, это у меня женский коллектив, но каждая девушка, которая у нас работает, они просто вот специалисты такие, что мне кажется, если их поставить в одиночестве, поставить задачу завтра доделать космический корабль, я к утру приду, и они скажут, ну, осталось пару вопросов. Поехали. Например, цвет. Вы с ними все это время работаете, или они вот к вам только в этом году присоединились? Нет, нет. Ну, естественно, когда... Часто же такое бывает, когда приходит новый руководитель, команды обновляются, потому что... Ну, понятно, да. У каждого разный стиль, у руководства, у кого кто-то уходит часто со своей командой, забирая лучших, так сказать. Мы не можем этому сопротивляться, потому что это самая главная драгоценность, своя команда и люди, с которыми ты вместе растешь. Нет, это потихонечку коллектив, который формировался все эти два года. Вот самая новенькая девушка, она у нас работает с прошлого лета. Старожилы, так сказать, самая старенькая девушка, 27 лет от роду, она у нас пришла работать в октябре 21-го года. А вот самый большой возраст волонтеров, знаете, какой у вас? Самый большой? Я как управление взяла молодежи. Больше, конечно, сконцентрирована на молодежи. Но у нас есть огромное прекрасное движение, это серебряное волонтерство, то есть там нет предела ни энергии. Я вас уверяю, эти волонтеры еще, да, да, да. У многих молодых? Очень многих. И за что им низкий поклон, конечно, они большие молодцы. То есть там у них есть и такие люди, которые, мне кажется, они еще фактически наши. Их можно еще и в молодежи, зря они себя так сразу в серебряной. Но есть и уже заслуженные люди, которые в очень-очень почтенном возрасте, тем не менее, тратят свои силы, энергию, опыт, вкладывая в какое-то дело, которое им важно. И направлений здесь масса. То есть это может быть и творчество, это может быть воспитательная работа, это может быть наставничество. Ну, так же, как и вообще волонтерство. Это такое широкое понятие. Каждый из нас, когда делает что-то просто от души, помогает бездомному котику, купив ему почту, поднял бумажку, я выкинул в мусор, чтобы она не валялась. Это чуть-чуть маленькое волонтерское дело. И именно это делает, мне кажется, и мир лучше, и город ближе и роднее. Ну и самих нас немножечко, чуть более ощущающими свою значимость и свою настоящую ценность в этом мире в большом ее смысле, а не только в рамках своей семьи и своих друзей. А какие-то можно, я сейчас спрошу, извините, берегите, наверное. А поскольку часов они работают, есть какой-то вот лимит, на который должны быть? Даже школьники, у них же уроки там, загруженности. Каким образом? Вообще минимальной планки нет. То есть человек может быть волонтером, вот буквально потратив... Наоборот минимальная, что может выйти на час, наверное, да? Даже меньше. Но опять-таки волонтерство же разное. То есть вот, допустим, у нас проходит при поддержке счастливого региона, это такой центр волонтерства у нас в регионе. Акция «Ла по помощи». То есть это сбор корма и всяческого там оборудования для приютов безумных животных. То есть как посчитать, сколько времени человек потратил? У нас, не представляете, какое-то счастье, когда у нас весь коридор заставлен практически до потолка вот этими пакетами с кормом. Все это запахи такие. Но ты видишь, что это вот добро, измеренное в килограммах. Как посчитать, сколько человек потратил? У нас бывает просто заезжает человек по дороге с работы, он заехал в супермаркет, купил упаковку корма, припарковался, занес, положил и уехал. Нет, я имею в виду именно про обустройство комфортной среды. Да, про это вот. То есть тут, конечно, можно работать. Сейчас меньше сложно, потому что ты потратил время, забрал экипировку, приехал. Смысла нет тратить на это время. Это может быть волонтерство в формате, вот действительно я опросил своих соседей и друзей. Это может... И у меня собрал пять голосов, допустим. То есть в масштабах 100 тысяч вроде бы мало, но фактически... Ну, это каждый по пять. Да, их там, выяснили, там минимум 700, по-моему, вы сказали, или было 700, да. Опросить одного человека занимает примерно 3 минуты. Тогда давайте остановимся на том, что минимальное время волонтерства — это 3 минуты. Максимальное... Ну, тут если мы говорим о волонтерах, которые вот приходят на наши мероприятия и помогают именно в продвижении, то мы, конечно, стараемся, чтобы срок работы не превышал 4 часа, потому что, ну, дальше уже сложно. Человек просто устает. Но хочу еще раз поблагодарить всю команду волонтеров, которые работали на выборах, потому что эти люди проработали 3 дня подряд по 12 часов. И это, я считаю, просто титаническая работа, которую они сделали, за что им большое спасибо. Каждому объясни, каждому расскажи. Рассказал одному, другой подошел. Теперь второму расскажи, объясни. Да. Так и было. Дарья Сергеевна, на ваш взгляд, в чем сейчас нуждается город? На мой взгляд, если мы говорим сейчас уже не о строительных проектах, а вообще, мое мнение, что наш город очень нуждается в информации и в информационных связях между собой. Потому что, когда мне очень повезло, благодаря моей работе, я вижу разные проявления доброты, творчества, таланта, стремления что-то делать. Вот я вижу этот мир, под этим углом. Но очень много людей не знают об этом. Им кажется, что ничего не происходит. Вот люди злые, они обижают собак. Кто-то где-то, может, всегда негативный повод сразу же разлетается. Вот это биологический механизм. Мы стараемся знать его в опасностях, чтобы, не дай бог, нас не съелся близубый тигр. Поэтому это так. Но вот как раз по той информации, которая помогает людям доносить красивую, прекрасную сторону нашего города, наших соседей, наших горожан. И возможность показать тебе дороги, что и ты можешь проявить свою доброту и своё созидание в каком-то деле. Быть волонтёром, быть просто более улыбчивым. Иногда пресечь в себе мысль о том, что вот этот город плохой, тут ничего не происходит, происходит много хорошего, интересного. Оглянитесь вокруг, да? Да, просто оглянитесь. Люди полны добра, и они рады этому поделиться. Важно это видеть. И спасибо большое вам, в том числе, за то, что вы помогаете об этом рассказывать. Вот и нам с утра перепало в мордоприятности. Спорция добра и тепла. Ну, а эта коммуникация налаживается всё-таки, да? Конечно. Благодаря этому проекту, как раз-таки, собственно говоря, это его призвание, наверное. Безусловно, да, да, да. Формирование комфортной городской среды, как раз-таки вот эта коммуникация, волонтёрство. Общее вести нашими силами, нашими голосами, нашим мнением формируем завтрашний вид города. А вот школьники, которые принимают участие, они какие-то бонусы имеют там, я не знаю, ну, в учёбе или где-то ещё? Ну, почему бы и нет? Это очень даже, кстати, правда. Потому что все сейчас волонтёрские программы у нас проходят через систему регистрации на сайте Добро.РФ. То есть, пожалуйста, если кто-то о нём не слышал, особенно если у кого-то есть школьники или сам школьник, заходите, регистрируйтесь. Это такая небольшая соцсеть, можно так сказать, для волонтёров. И участвуя в том или ином волонтёрском проекте, можно их там увидеть и найти, выбрать, какой тебе больше нравится и в какой момент ты можешь уделить этому время. Ты можешь накопить часы волонтёрской работы. То есть формируется что-то типа электронной волонтёрской книжки, как читательский билет, только такой билет до бряшки. И чем больше часов копится, тем к моменту окончания школы при поступлении в учебное заведение, очень во многих учебных заведениях существуют дополнительные баллы, которые прибавляются к ЕГЭ, и то есть это чуть-чуть помогает... Да, все услышали, школьники, да? Проектов много, приходите, регистрируйтесь правильно. Добро, РФ. Добро, РФ. Спасибо огромное за эту встречу, Дарья Сергеевна. Успехов вам, вашей команде, ну и вашим друзьям. Спасибо большое. Назвали нашим волонтёрам. Спасибо большое. Дальнейших вам успехов. Спасибо. Всего наилучшего. Чтобы следить за нашими событиями, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Молодёжь Ульяновска». Спасибо. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня этим утром была Дубаева Дарья Сергеевна, начальник управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска. Это «Утро с репортером». Мы продолжаем.